Самое главное для тех, кто отбывает наказание за те или иные преступления, идти по пути исправления. Для того, чтобы вновь стать полноправным членом общества, нужно честно работать и зарабатывать на жизнь. Этому как раз и будет помогать открывшийся в нашем городе центр. На базе бывшей воинской части, расположенной в микрорайоне Кубрис, был создан второй в Краснодарском крае участок, функционирующий как исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Первоначально в нем будут содержаться 70 человек, которые будут трудоустроены на предприятиях, нуждающихся в рабочих руках. На открытии исправительного центра присутствовали глава Славянского района Роман Синеговский, председатель совета района Григорий Литовко, представители правоохранительных органов муниципалитета и края. Начальник этого учреждения Роман Чеботаев отметил, что в нем будут находиться осужденные по так называемым легким статьям, которые уже доказали своим поведением, что встали на путь исправления и хотят вернуться к нормальной жизни. Выбрали не зря этот район, потому что он прогрессивно разрастающийся в агропромышленном комплексе, с целью развития среднего и малого бизнеса. В нашем учреждении будет отбывать наказание. Без изоляции от общества осужденные к принудительным работам. То есть они будут работать на предприятиях в рамках соглашения, заключенных с нашим центром, происходить отчисления из заработной платы и дальнейшая ресоциализация их. Лица здесь в основном будут положительно характеризующиеся. Ну и мы будем, соответственно, проводить воспитательную работу, соответствующий надзор за ними. То есть никакой опасности они вызывать не будут у населения. Исправительный центр оснащен современным техническим оборудованием, прежде всего системой видеонаблюдения, для обеспечения безопасности службы сотрудников учреждения. Принудительные работы, которые назначаются на срок от двух до пяти лет, это альтернатива лишению свободы в исправительных учреждениях. Осужденные будут проживать в общежитиях, работать, смогут пользоваться мобильными телефонами, а также совершать необходимые им покупки. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».